Здравствуйте, дорогие телезрители канала Процветок. Этим видео мы открываем новую серию про домашнюю технику и оборудование, которая поможет вам собирать больше урожая с ваших приусадебных участков. В этом видео мы поговорим про тележки для мотоблоков. Их существует очень большое количество. Оцинкованные, не оцинкованные, на 100 кг, на 200 кг грузоподъемностью. Есть даже на 350. Но я хочу рассказать, как ее можно модифицировать, чтобы она прослужила вам гораздо дольше запланированного производителем срока. У меня имеется вот такая простенькая, самая дешевенькая тележка для мотоблока. У меня такое подозрение, что изготовлена она все-таки в Китае. Хотя по документам производитель Россия. Значит, что я сразу в ней поменял? Обратите внимание на колеса. Колеса составные состоят из двух дисков. Первоначально же, первоначально, диски крепились только на двух болтах. Я просверлил еще две дырки и поставил еще два дополнительных болта. Кстати, не забудьте, желательно надо поставить усиленные шайбы. Иначе при перегрузе диск может погнуться. Что еще тут интересного? Значит, везде я поставил катафоты. Потому что я использую эту тележку больше для передвижения, чем для перевозки грузов. Для передвижения, перевозки имеется в виду пассажиров. Вот такой у меня задний борт. Я его сейчас снял для наглядности. Мой совет вам. Ставьте как можно больше катафотов. Чем больше катафотов, тем больше вы будете заметны в ночное время. Большим изменением подверглась и шасси тележки. Мне сразу не понравилась при покупке какая-то хлипкость ступиц, которым крепятся колеса. Поэтому пришлось обварить косынки. Кроме этого, я наварил дополнительный уголок, который обеспечил дополнительную жесткость ступицам. По крайней мере, соосно. Что еще? Небольшие демпферы. Они как бы большой роли не играют. Но заметно увеличивают комфортность при езде. Тележка по неровной дороге не так грохочет. Вот эта косынка поближе. Я обварил ее дополнительно. С одной и с противоположной стороны. Вот демпфер поближе. Это просто кусок плотной резины. Кроме того, в колесе я поменял еще центральные бабышки. Пластмассовые колпачки. Которые установлены для защиты подшипников от попадания грязи и пыли. Дело в том, что штатные крепятся, держатся крайне ненадежно. И часто теряются. Поэтому я взял обыкновенный колпачок. От дезодоранта или пены. Я уже не помню. Обмотал его лентой АЛУ. И он подошел ровненько. По диаметру. И держится там очень хорошо. Кроме того, хочу рассказать о небольшой модернизации тормозной системы. Тормоза здесь, как в большинстве тележек, приводятся в действие тросиков. Которые завязаны на педаль тормоза. Но дело в том, что в месте соприкосновения тросика и рычага педали, тросик очень быстро перетирается, разлохмачивается. Ну и рвется, в конце концов. Поэтому в этом месте я на тросик одел небольшую медную трубочку. Кроме того, мне не понравилось в этих тележках крепление крыльев. Дело в том, что штатно они крепятся всего лишь на двух болтах. Вот первый, а вот второй. Я же поставил дополнительно еще два болта. Благодаря этому крылья держатся гораздо-гораздо эффективнее. В результате этих простых и доступных модификаций срок службы тележки значительно увеличивается. Кстати, данная тележка у меня служит уже 7 лет. И без особых поломок. А в следующем видео мы поговорим о способе крепления тележки к мотоблоку. Это тоже заслуживает вашего внимания. Продолжение следует...